В эфире вы этого не слышали. Расписание олимпийских соревнований. Подробности на нашем сайте. Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru Эту программу транслирует компания CityWizard. Программа Код доступа. Добрый вечер, Юлия Латынина. Код доступа, как всегда, в это время по субботам, 985-970-4545. Главная новость у нас, конечно, на этой неделе – это Олимпиада. Фантастическая, грандиозная церемония открытия. Такая великолепная абсолютно. И когда я ее смотрела, я еще подумала, как странно, что эта церемония открытия не имеет ничего общего с тем, что мы каждый день смотрим по телевизору. Потому что по телевизору мы смотрим, что все время Россию угнетают. Мы, что СНН опять что-то провело, какой-то опрос памятников, и при этом оскорбило Россию. Что каждый день они вытирают ноги. И вообще такие достаточно параноидальные вещи внушают жителям России, что весь мир против них. А на этой церемонии был представлен экспортный вариант России, который имперский, величественный, и который гораздо, конечно, более симпатичен, и гораздо более внушает гордость за свою страну. В то время как рассказы о том, что вот опять нас обидели, это, конечно, рассказы параноидов, которые внушают стыд за свою страну. И очень интересно, что вот эта грандиозная церемония открытия, экспортный вариант, она, конечно, сильно отличалась от комментариев, которые шли по тому же самому Первому каналу. И поразительно, что это была международная церемония открытия, и это было, собственно, да, Константин Арнст был главным, кто ее делал, но там была очень большая международная команда, в том числе люди из цирка Дюссалей, люди, которые ставили Иисус Христос в суперзвезду. То есть все нормально. Оказывается, в экспортном варианте Россия совершенно не рассказывала про то, как ее обидели. И более того, вот уже заметили у нас бдительные стукачи, что, например, практически была вычеркнута война. Вот только что над дождь за это трепали за опрос про Ленинград. Тут ровно потому, что история с Второй мировой войной, как бы сказать, не совсем так однозначно, как хотелось бы тем людям, которые истерично кричат, не трогайте наше последнее святое, это то, о чем есть всенародный консенсус. Поскольку всенародного консенсуса нет, тем более нет консенсуса мирового. Вот была представлена действительно имперская история России. И обратите внимание, какой упор был сделан на то, чем можно гордиться в истории России. На Петровское время, на имперское время, на время, когда Россия была европейской страной, вот этот бал Наташи Ростовой, и потом эти люди распадаются, просто исчезает и въезжает на сцену красный квадрат. Этим все сказано. И вторая еще вещь, которая меня, честно говоря, поразила, меня, конечно, поразила реакция международной прессы на Олимпиаду, поразила в том смысле, что я давно уже перестала этого ждать. Как-то вот всегда Владимиру Владимировичу все сходило с рук. И вдруг значительное количество, если не подавляющее международной прессы, пишут, что это мегаломания, пишут, что за этим скрывается, в общем-то, распадающаяся страна. Все журналы, буквально Форбс и так далее, выходят с обложками, которых, ну, которые издеваются над Путиным. И это меня поразило, почему? Потому что, вы помните, собственно, 2008 год, Пекинская Олимпиада. Тоже она происходила в стране не свободной, но как-то не было таких обложек. И это означает, что в мире переменился тренд. Переменился тренд по отношению к Путину. Мы присутствуем при изменении этого тренда. Почему именно с Олимпиады я даже не могу сказать. Просто, видимо, потому что количество переходит в качество. Но вот это событие, которое задумывалось как грандиозное именно международное шоу, похоже, оно не оправдает в этом смысле ожиданий, потому что, обратите внимание, да, какой шквал комментарий, кстати, довольно стадных, на довольно-таки простые вещи, на тот же самый, так сказать, сортир на два очка в биатлонном центре. И удивительно, что, видимо, не среагировали еще наши власти. Они не поняли, что они на этот раз имеют дело с переменившимся отношением целых больших пластов западной прессы и продолжают от этого отбиваться, как они бы отбивались от нападок в российском интернете с помощью глупых ботов. То есть, ну хорошо, но сортир на два очка. Ну ничего страшного с этого сортира бы не случилось. Но вдруг поднимается целая буря. Начинают наши власти считать все это долгом. Кто-то объяснится, что типа это не сортир, а кладовка. Причем, ну проще было бы переделать тут же сортир в кладовку. Нет, сортир оставляют сортиром на два очка. Но кто-то рассказывает, что это не сортир, а кладовка. Кто-то рассказывает, что ржавая вода, которая поставлена рядом с мыльницей, это с раковиной, это фейк. И, конечно, там венчает все дело вице-премьер Козок, который не находит ничего лучшего сказать, как сказать, что все это было организовано нарочно. И что мы знаем по нашим камерам наблюдения, что вот люди включают душ и уходят на весь день. После чего, конечно, все обалдели, журналисты, и стали спрашивать, а что это за камеры наблюдения, которые стоят даже в душах? Не взяли с этого места поподробнее. То есть удивительно, что власти пытаются... Даже эти... в конце концов это мелочи. Но эти мелочи стали развазывать сама российская официальная реакция, вместо того, чтобы тихо заткнуться и перейти к чему-то другому, те же достижения спортсменов, они начали это размазывать по тарелке. И оно потекло, потому что, конечно, речь же идет о западных журналистах, которые не привыкли, что им лгут в глаза. И не привыкли... Самое неприятное, это когда человек, который написал что-то, потому что он видит, что это правда, ему вдруг говорят, что он ангажирован, куплен или это фейк. Это, в общем, очень плохо кончается в стратегическом смысле. Ну, и, конечно, я уже сейчас повторю только то, что я уже давно говорила. А вот тот же Алексей Навальный, который там много рассказывает, чего и как на Олимпиаде попелили, он как политик осторожный говорит, нет, я не против Олимпиады, я за достижения спортсменов. Ну, тут я должна сказать, что я, будучи не политиком, могу откровенно сказать, я против того, чтобы такие гигантские ресурсы, даже неважно, сейчас я говорю о ресурсах, не о количестве, там, чего и куда-куда делось, чтобы такие гигантские ресурсы тратились на хлебозрелище. А как... Вот я уже говорю... Я считаю, что тот публичный ресурс, который должен... Имеется в авторитарной власти, должен быть потратен на науку, на образование, в конце концов, на искусство, даже лучше на медицину. Я уже говорила о том, что вот, когда я просто немножко для себя, для книги стала заниматься историей науки, я вдруг с изумлением заметила, что вот это вот привычное представление о том, что, оказывается, наука была самостоятельной, а правители, типа, не имели к ней отношения, оно неверно на 180 градусов. Никакой не было самостоятельной науки. Галилей жил под защитой на содержание герцога Козина Ведича, учил его сыновей. Декарт был наставником датской королевы Кристины. Король Фридрих, вот он беседует с Вальтером вам, как Лейбнец, переписывался там с принцессой Ганновера Софии, принимал, в конце концов, стал канцлером Ганновера. То есть, вот удивительно, что все эти королевские академии и все эти лондонские королевские общества, они создавались именно при королях, они создавались именно при императорах, и именно это позволило сделать такой рывок в науке, потому что авторитарные правительства, абсолютные монархи демонстрировали, как им это важно. Тоже абсолютно, я могу привести другой пример, географические открытия. Мало того, что они состоялись бы без Генриха Мореплавателя, которому придумали каравейлы. Если вы посмотрите 18-19 век, кто финансировал географические открытия, почти всегда это были правители, и даже когда норвежец Фритти Фнансен шел к полюсу по подписке, да, первым подписчиком был король Оскар. Поэтому обратите внимание, что за включением американца Пири, который, правда, открыл полюс, первым побывал на полюсе, заметьте, что очень мало, да, заметьте, что очень мало американцев среди этих пионеров географических открытий. И поэтому, кстати, так много французов, непропорционально много, не очень мореходная нация, по сравнению с англичанами, но непропорционально много французов, Кергилен, Лаперус, Бугенвиль, среди тех, кто делал великие географические открытия. То есть, еще раз повторю, это вот такое преимущество, это мы унаследовали от обезьян. Вот когда обезьянам показывают, условно говоря, новый способ добывать банан, если этому способу научится альфа-самец, то все научатся этому способу обезьяны через три дня в стае. Если этому научится какая-нибудь задрипанный несчастный самец, который стоит в последнем в иерархии, или самочка, так не научится через 30 лет. Это обстоятельства человеческой жизни. Я могу вам привести еще один потрясающий пример, который уже непременно касается России. Вот у нас тут только что главный, вице-премьер Голодец, министр здравоохранения и наш главный детский онколог заявили ужасающую совершенно вещь про то, что типа вот в России детей лечат не хуже, чем за рубежом. Ну, конечно, с одной стороны, это совсем неправда. Да, и если кто-то, так сказать, уехал за рубеж, то там уехали безнадежно, и они все равно умерли. Но вот, например, в России есть детский онкогематологический центр новый, в котором фантастические результаты, в котором выживает 75% детей. А в Европе выживает 85%, но, знаете, в 90-х годах у нас выживало 6% детей. И понятно, что если ты, родители, твой ребенок угодил в те лишнюю разницу 10% между Европой и нами, которые не выжили, это для тебя тотальная катастрофа, но все-таки 73% это очень хорошо, и более того, это все совершенно на уровне. Потому что там те недостатки, которые в этом центре есть, в основном это из-за ухода. А из-за ухода это потому, что центр делает хороших медсестер, он их учит, он их фантастически учит, он раз в месяц проводит тренинги, приезжает какая-то медсестра, патентованная из-за рубежа, показывает, как делать уколы. Но после того, как он научит эту медсестру, она, конечно, уходит в стоматологию или косметологию, потому что там больше платят. Да, там раз в неделю семинары устраиваются. Да, конечно, где-нибудь в аналогичном центре американском эти семинары будут устраиваться раз в день, а раз в неделю они там будут, условно говоря, с Нобелевскими лауреатами. Да, ФНКЦ там миллион рублей в месяц тратит на литературу, на медицинскую. А аналогично американский центр будет тратить один миллион долларов в месяц. Но это все фантастика, да. В России 75% из лечения, абсолютно западные врачи. И когда пытаешься понять, что произошло, помимо того, что там Чулпан Хаматова, помимо того, что там врачи, увлеченные своим делом, не забудем, это тот самый центр, который посещал Путин, которому добро дал Путин. Это тот самый мальчик, уже умерший, с которым он ел блины. То есть, да, вот это... Я говорю, что вот это посещение Путина, это личная заинтересованность Путина, в том числе привела к тому, что прекрасная цифра, 75%. Это то, чем можно гордиться, то, чем можно дальше работать. И вот я еще раз повторяю, я говорю сейчас очень важную вещь, что у авторитарного правительства, а наше правительство, безусловно, авторитарное, есть очень важный долг не перед избирателями, будем говорить честно, перед подданными. Своим примером показывать, что хорошо, что плохо. В случае, если власть нагибает людей, чтобы они жертвовали на Олимпиаду, олигархов там, олигархич устроили. Да, в случае, если она показывает, что спорт – это самое главное. А простите, спорт больших достижений, он имеет мало общего с ежедневным физиологическим здоровьем нации, как человек, который сегодня, как всегда, пробежал свои полтора часа утром, потом отжал из тысячу раз, а потом еще полтора часа пробегал на лыжах. Я имею это право сказать. Значит, когда правительство так открыто говорит, что хлеб и зрелищ – это хорошо, спорт больших достижений, телевизор – это хорошо, при этом наука, образование, а даже медицина в значительной степени игнорируется, мне кажется, это большим системным недостатком. Я пытаюсь себе представить, просто как при всех тех же вводных выглядела бы страна Россия, если бы вместо тех гигантских ресурсов и властных, и административных, и денежных, и интеллектуальных, которые были потрачены на Олимпиаду, в том числе на ее замечательную церемонию открытия, такие же ресурсы, такие же усилия, были потрачены власти демонстративно на тот же телевизор, на ту же самую науку, какой был бы престиж науки. 985, 970, 45, 45, несколько у меня вопросов. Собственно, да, у меня вопрос по поводу того же самого заявления нашего онколога о том, что лечение в России не хуже, чем за рубежом, и что те, кто уезжает за рубеж, они ведь ей телерольный дом предают. Но я думаю, что страшная самоубийство, вернее, попытка самоубийства контр-адмирала Апанасимка, контр-адмирала, который, находясь в терминальной стадии рака, просто не родители, то есть его жена не могла ему, еще раз повторяю, контр-адмиралу, пройдя все бюрократические препоны и рогатки, полетичь обыкновенных обезболивающих. Он попытался уйти из жизни, мужественный человек, не потому, что даже не мог бороться с болезнью, а потому что чувствовал, как это страшно для семьи. Но вот два мира, два шапира, вот этот выстрел является таким страшным ответом нашим медицинским работникам, что мне просто к нему нечего прибавить. Воду РПР Парнаса, который разделился, из которого ушел Рыжков. Тут меня спрашивают, не является ли это каким-то кремлевским давлением, что Рыжкову выгнали. Насколько я понимаю, у Немцова и Касьянова давно идут переговоры с Навальным о том, чтобы РПР Парнас, в связи с тем, что Народный альянс не зарегистрирован, и там, видимо, следующую партию Навального тоже не зарегистрировали, чтобы зарегистрированный РПР Парнас стал технологической партией, которая будет присутствовать на московских выборах, чтобы, грубо говоря, Навальный возглавил вместо альянса, которые все не могут зарегистрировать, уже существующий РПР Парнас. Мне кажется, то есть, насколько я понимаю, Рыжков ушел именно поэтому, потому что, как человек более лояльный и не склонный к этой конфигурации, тут не было никакого давления Кремля, тут, скорее, наоборот, было давление Касьянова и Немцова, если что. Мне эта конфигурация кажется нежизнеспособной, потому что, ну, при, как бы, всех моих хороших чувствах к господину Немцову, РПР Парнас, да, это такой вот отживший чемодан без ручки, по большому счету. Эта партия не выигрывала выборы, эта партия не выиграет выборы, и не совсем ясно, почему Навальный должен залезать в эту рассовшуюся ступу. Я думаю, что какие бы там переговоры ни шли, он, в конце концов, в эту ступу не залезет. Если залезет, наверное, это будет его политическая ошибка, потому что у Навального есть собственная, пока хотя бы и не оформленная, в виде партии структуры, которые все очень жилые, все очень динамичные, все очень современные. Ему не нужен этот обоз. Да, понятно, что, может быть, некоторые члены РПР Парнас хотят этот обоз пристроить, но я не вижу, зачем Навальный должен его прибирать к рукам. 985-970-45-45. Еще несколько у меня вопросов про замечательную прослушку госпожи Виктории Нуланд, которая опубликована, вы можете, она переговаривается с американским послом на Украине по поводу ситуации на Украине. Ну, у меня два вопроса. Вопрос первый вот к нашим бесстрашным, так сказать, ко всем Ассанжам и прочим бесстрашным разоблачителям проклятого американского АНБ. Прослушка, видимо, сделана русскими спецслужбами. Я сомневаюсь, что она сделана украинскими спецслужбами, потому что украинские спецслужбы не такие крутые. Мне хочется думать, что она сделана русскими спецслужбами. И я не вижу абсолютно ничего плохого в том, что спецслужбы прослушивают лидеров государств, кто поймал, тот и молодец. А другое дело, я не пойму, почему все в мире разоблачители страшных прослушек то находят убежище в России, то находят убежище в Эквадоре, и как-то не протестуют, когда никого, когда Россия прослушивает. Во-вторых, я не совсем понимаю, почему эта прослушка опубликована, потому что американцы могут прослушивать кого угодно, но публиковать такие прослушки, это как бы за гранью приличия. Непонятно, какие выгоды геополитические преследуют те люди, которые приняли решение опубликовать эту прослушку, кроме того, чтобы виртуально нагадить. А самое главное другое, что, конечно, эта прослушка ровно с том и свидетельствует, что, за исключением совершенно замечательной формулировки «послать ЕС на три буквы», с которой я глубоко согласна, как раз эта прослушка свидетельствует о том, что в США ничего не понимают, что происходит в Украине, не знают, что делать. А в конечном итоге, напомню, в чем там самая фишка прослушки. Есть, давайте сейчас отвлекать от прослушки, есть президент Янукович, который считает, что... видимо, считает, что он на коне. Считает, что вот он будет тянуть резину и делать разные предложения, которые не примут. В частности, он предложил стать Юценюку премьером в надежде, что Яценюк это предложение не примет, потому что, если Яценюк это предложение примет, то он кончится как политик, потому что Януковича все равно снесут. Значит, Янукович понимает, что надеется на слабость оппозиции, она чрезвычайно разобщена, на то, что оппозиция, кроме Януковича, больше всего боится еще того, что выйдет на свободу Юлия Тимошенко. Больше всего этого боится тот же самый Яценюк, который формально возглавляет, напоминаю, партию Юлия Тимошенко, потому что, как только Юлия Тимошенко выйдет, она будет главная, а всех этих Яценюков и Тегни-Гоков и даже Кличко просто не будет рядом. Да, значит, Янукович понимает, что единственным ресурсом оппозиции является Майдан, а Майдан это просто люди, которые выходят на улицу, и в конце концов, в какой-то момент им это надоест, и они перестанут выходить. Поэтому Янукович, видимо, считает, что он на коне, что время работает на него, его тактика все затягивать, и он предложил Яценюку пост премьера в надежде, что тут, скорее всего, не примет. Тут у меня был очень смешной разговор со Станиславом Белковским, который, кстати, гораздо лучше меня понимает в Украине, и я говорю, действительно, если Яценюк примет это приглашение, то он исчезнет как политическая фигура к 2015 году, на что хитрый Белковский говорит, и он, конечно, прав, в отличие от меня, он говорит, Юля, вы не понимаете, если Яценюк примет это предложение, то, конечно, тут-то и наступят кранды Януковичу, потому что, да, это будет обвал, потому что все те люди, которые сейчас еще присутствуют в приемной Януковича, они побегут в приемную Яценюка, потому что так устроена Украина. Все это будут кранты. А поскольку на Украине нет ни одного политика, они все как толераны. Их всех можно купить, но они всегда продают всех тех, кто их покупает. За исключением Юлии Тимошенко, которую купить нельзя, действительно, там по, по крайней мере, там Януковичу. Вот. И, да, соответственно, вот это будут кранты. И что видно из того, о чем говорит Нолан с послом? Что они ничего не понимают, что происходит на Украине, что им хочется, чтобы это как-то закончилось. И что они готовы, вдумайтесь, согласиться с предложением Януковича. То есть ту вещь, которую Янукович придумал как разводку, госпожа Нолан на нее по каким-то причинам, так он считает, что да, это замечательно. Конечно, это абсолютно позорно, что Великая Держава, США называется Великой Державой, демонстрирует, что в общем ей на самом деле все равно, что происходит на Украине. Она не понимает, это просто вот надо что-то сделать. Перерыв на новости. Программа «Ход доступа». 19.30 в столице. На ихе краткие новости. В студии Оксана Пашина. Здравствуйте. Несколько десятков человек задержаны на акции в поддержку телеканала «Дождь», которая прошла сегодня в центре Москвы. Людей доставили в столичные ОВД и начали оформлять протоколы. Среди задержанных оказался и председатель межрегионального объединения избирателей Андрей Бузин. Он рассказал эху Москвы, как проходило задержание. Я подошел на манежную площадь в 17 часов 13 минут, раскрыл зончик, после этого ко мне подошел майор полиции и потребовал двух полицейских, которые сбоку ко мне подошли, чтобы они меня припроводили в автозак. Я майора спросил, на каком основании. Он мне этого объяснить не мог. Выше чего на меня сотрудники взяли и повели в автозак. В автозак я зашел с раскрытым зонтом. В автозаке было человек 20, ну и человек 5, наверное, полицейских. Это, конечно, задержание незаконное, по той причине, что мне не объяснили, по какой причине меня задерживают. Привлекают ли меня к административной ответственности или к уголовной ответственности, это мне тоже не объяснили. Бузин добавил, что пока неизвестно, что именно вменяет всем задержанным на Манежной площади. Владимир Рыжков вышел из партии РПР Парнас. Вместе с ним политическое объединение покинули 15 его сторонников. О своих дальнейших планов Рыжков пока ничего не сообщил. Между тем, член политсовета партии Илья Яшин в Твиттере так прокомментировал ситуацию. «Политический итог развода с Рыжковым РПР Парнас сохранится как независимая партия. Опасность превращения в еще одно яблоко ликвидирована». Конец цитаты. Интерфакс напоминает, что конфликт Рыжкова с другими членами партии начался в прошлом летом после выдвижения Алексея Навального кандидатом в мэр Москвы от РПР Парнас. Позже разногласия возникли из-за встречи Рыжкова с президентом Путиным в Кремле. Правительство Башара Асада и сирийская оппозиция обвиняют друг друга в нарушении договоренности о трехдневном прекращении огня в городе Хомс. После того, как в городе вновь начали раздаваться с разрыва артиллерийских снарядов губернатор провинции Хомс обвинил в нарушении перемирия вооруженные террористические группировки. В свою очередь, руководство базирующегося в Лондоне сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека обвинило в бомбардировке правительственные войска. Вся эта неопределенность не позволяет конвою ООН доставить в Хомс гуманитарную помощь для трех тысяч сирийцев. О погоде в Москве днем завтра днем около нуля в столице ближайшей ночью от минус одного до минус трех облачно местами снег. Сейчас в Москве около одного градуса ниже нуля. Оксана Пашина служба информации Эхо Москвы. Добрый вечер, Юлия Латынина. Код доступа вообще, конечно, похуже Януковичу приходят кранты, потому что если Яценюк даже такой половинчатый примет его предложение, то действительно Белковский совершенно прав. Все прибегут в приемную Яценюка, а если Яценюк предложение не примет, то, судя по всему, через несколько недель Януковичу придется соглашаться на досрочные президентские выборы и срочно уезжать уж я не знаю куда, наверное, в Россию, потому что в других местах его вряд ли примут. Аня мне пишет, по СМСке, «Вам не жалко мальчика, который стрелял? Он жертва самого себя, семьи, системы». Нет, Аня, мне не жалко мальчика, который стрелял, мне жалко учителя географии Андрея Кирилова, которого он застрелил, и полицейского Сергея Бушуева, которого он застрелил. Напомню, что стрельба была в школе 263, что вот уже написали, что мальчик происходил из семьи работников ВСБ, был замкнутый, нелюдимый, заставляли его сильно веровать, учить наизусть Библию. И вообще, меня потрясает, какое невиданное число комментариев породил этот расстрел, потому что, на мой взгляд, здесь нет почвы для политических, социологических комментариев. История, чисто криминальная, посмотрите, любой американский телеканал, он полон именно подобных историй, могла попасть в любую российскую газету конца XIX века, она могла случиться в Индонезии, в Китае, из нее нельзя извлечь выводов и уроков. Единственное, из чего можно извлечь, это вот, она как раз показывает, как страшно политизировано наше общество, потому что у нас, ну, это нормально криминальные новости, да, это нормально какие-то отклонения, которые совершаются, ох, собаку, человек укусил собаку, я попал под трамвай. Но у нас, почему-то, все новости должны быть непременно с каким-то политическим оттенком, значит, если мальчик стрелял, то виновата либо система, либо кровавый режим, либо, значит, вот реакция властей, давайте будем учить, как сказал Владимир Владимирович, хорошему художественному вкусу учеников, но и меня, знаете, в этой истории, я об этом подробнее пишу, в новой, вот что поражает. Мне поражает, что вот есть реакция официальных властей, которые сразу пообещали проверить всех школьных психологов, увеличить безопасность в школах, хотя это не предугадаешь, такие вещи безопасность в школе не может отследить, тот секьюрити на входе. И тот школьный психолог, который чаще всего, простите, бездарный, у нас школьных учителей-то хороших не хватает, где мы еще школьных психологов возьмем, кто будет проверять проверяющих, да, и вот эта реакция властей, которая говорит, обеспечить, проконтролировать, значит, новые уровни контроля нарастить, она удивительным образом совпадает с реакцией общества, вот с этих самых Ань, которые спрашивают, не жалко ли вам мальчика? Вот у нас тут еще психолог на дожде, Юлия Гиппенрейтер, пишет, выстрелы же с ружья, это крик до конца отчаявшегося ребенка быть услышанным. Знаете, а я всегда думала, что выстрелы с ружья это убийство, за которое надо давать срок. И по поводу, да, вот нагрузки на наших несчастных детишек, которые от этого ломаются и страдают под грузом ответственности, простите, господа, цинично говоря, как вы думаете, в 12 веке на несчастных детишек, которые с 10 лет работали в школе или с 12 лет становились королями, нагрузка психологическая была меньше или больше. Я вам этот маленький этюд о психологической нагрузке, о вещах, о том, что есть личная ответственность, личная ответственность, свобода воли человека, и поскольку у человека есть свобода воли, время от времени некоторые люди сходят с ума и совершают преступление, и с этим ничего не сделаешь ни с помощью дополнительных штатных психологов, ни с помощью дополнительного сюсюканья над детьми. И вот последняя история. Апрель 1689 года пушечный, 24-пушечный французский корабль «Серпан» вступает в бой с голландцами, а на корабле, помимо всего, груз из бочонков пороха, то есть он может взорваться в любой момент. И вдруг капитан корабля, знаменитый французский корсар Жан Бор видит, что 12-летний Йонга в ужасе прячется от выстрелов за мачтой и говорит «Привяжите его к мачте 12-летнего мальчика. Если он не умеет смотреть смерти в глаза, он недостоин жить». Фишка всей этой истории заключалась в том, что этого мальчика звали Франсуа Корниль Бар. Он был родным сыном Жан Бара. И это был будущий вице-адмирал, по-моему, Франции. Вот у меня такой вопрос. Вот на Франсуа Корниля Бара, когда его к мачте привязывали, у него была меньше психологическая нагрузка или больше. И почему он тогда не сломался? 985-970-45-45. И еще одна потрясающая история, которая случилась на этой неделе, это, конечно, вся история, связанная с... Это арест питерского знаменитого искусствоведа Елены Баснер. Собственно, я сначала увидела его, когда увидела всякие страшные блоги, что арест госпожи Баснер, это второй Магницкий. Я напомню вам, что подделки, то, в чем обвиняется госпожа Баснер, она обвиняется, что она в составе организованной группы продала поддельную картину, что вот этот мир, антиквариат, это такой сверхзакрытый мир, в котором действительно существуют в том числе и подделки. Как вы понимаете, подделки продают не люди с улицы. Подделки продают действительно искусствоведы с мировым именем, иначе, извините, не купят. И к вопросу об авторитете госпожи Баснер, который очень высок, и вообще о нравах этого мира, я сначала хочу рассказать замечательную зарисовку, которую мне рассказал Евгений родственник, который был специалистом по подделке именно. И вот Евгений рассказывает, как он приходит в квартиру к своему родственнику, и там стоят три-четыре таких специалистов по чужим картинам, поддельщики, в середине лежит большой лист бумаги, на котором некий рисунок, графика, и они все смотрят и говорят, и называют фамилию известнейшего российского художника начала века, и говорят, это Н или не Н, Н или не Н, не поймем. Нет, это, конечно, я, говорит наш поддельщик, и тогда все четыре специалисты переглядываются и говорят, ну это круто, но у Баснер не прокатит. Это к тому же действительно Баснер суперспециалист. Да, это была та высота, которую надо взять. Да, что значит случилось с этой знаменитой замечательной вещью? Да, вещь-то легко сделать, трудно ей создать биографию. И вот берут эту вещь и отдают в коллекцию некой питерской коллекционерше, ну скажем так, пиковой дамы, неприступной. Это там висит на стеночке, пока не приезжают какие-то иностранцы, иностранцев берут в оборот, они говорят, ну вот мы хотели бы что-то такое из русского авангарда. Им говорят, ну вы знаете, вот ничего не можем посоветовать, но вот-вот у одной там пиковой дамы висит, но она не продаст. Вы не думайте, она и не продаст. Приходят иностранцы, смотрят на стенку, приходят восхищения, дамы говорят, и не просите. Вот, пожалуйста, вот вам статуэточку, вот вам кувшинчик, вот вам картиночку. Это ни в коем случае. Значит, бедные иностранцы покупают статуэточку, кувшинчик, другую картиночку, и в конце концов за безумные деньги они покупают вот эту вот картинку, графику, и они везут ее контрабандой, дрожа, они не знают, что это никакая не контрабанда. Это к вопросу о том, как важно легализовать вещь через умелого эксперта. То есть, обратите внимание, что это в мире, в фантастическом мире, закрытом и обман на высшем уровне. Итак, рассказываю историю. Есть знаменитый, известный питерский коллекционер Андрей Васильев, который, собственно, коллекционировал всю жизнь, еще с 80-х годов коллекционировал конструктивистов. Да, он там параллельно читал Солженицына, как-то его в КГБ замело с большим количеством Солженицына дома, как-то он выпутился. Обратите внимание, это не новориш из менеджеров «Газпрома». Это человек, ну, который, помимо того, что он известнейший коллекционер, он и собирает еще и тематические коллекции, его интересует, да, такая живопись, в которой есть сюжет, его интересует, конечно, российское искусство начала 20-го века, его очень сильно интересует лекция из коллекции Бурцева. Да? И вот этому Андрею Васильеву звонит Леонид Шумаков, тоже его знакомый, и говорит, вы знаете, у меня есть вещи из коллекции генерала Тимофеева, всем известна коллекция генерала Тимофеева, это очень важно, это провинанс, и вот эта работа Григорьева, она называется в ресторане, и он присылает фото этой картины, и он присылает репродукцию этой же, да, этой же, этой же вещи, сделанной в, сделанной в создании Бурцева, мой журнал для немногих. Васильеву интересна эта работа, он покупает ее за 250 тысяч долларов, и отдает ее на выставку, это очень важно, чтобы понять, почему не делается экспертиза, потому что в таких случаях самое главное это провинанс, это важное происхождение работы, это как у Генри Моргана, как Дж.П. Морган сказал, да, что если я, если мне нечестный человек принесет залог, то я не дам ему кредита под все залоги на свете, а если человек, которого я знаю, которому я доверяю, попросит у меня деньги без залога, я ему дам. вот это как знакомиться, вы же, когда вы знакомитесь на улице, вы не знаком, говорите там, здравствуй, девушка, я хочу с вами познакомиться, вот у меня справка из психдиспансера, что я не псих, и вот у меня справка, что у меня спида нету. Да, вот в мире коллекционеров не предъявляют справки знакомить, что спида нету, не предъявляют справки по картинам. Важно, откуда картина произошла. В данном случае картина был провинанс, было сказано, что она из коллекции генерала Тимофеева. Васильев ее покупает, дальше он выставляет ее на выставке, потому что это обычный способ. Выставка, она должна придать картине новое звучание, она должна, там у картины должна начаться история. И после того звонят из центра Горбаря, во время этой выставки она называется «Порежачий», или сразу после, говорят, извините, Андрей, вы знаете, ваша картина поддельная. Она у нас была на экспертизе, мы признали, что она поддельная. Да, там химический состав красок другой. Значит, бедный Васильев мчится к Шумаковой и говорит, откуда у тебя эта картина? А он говорит, мне ее Баснер дала. Вот тот самый знаменитый искусствовед. Заметим, что господин Васильев и госпожа Баснер знакомы больше 30 лет. Это уже само по себе наводит на большое размышление, что госпожа Баснер не стала предлагать эту картину непосредственно господину Васильеву, хотя это его тема. Она этим занималась, она прекрасно знала, что эта картина может подойти к нему. То есть, видимо, можно предположить, что по какой-то причине господин Васильев не стал бы покупать картины у госпожи Баснер. Значит, Васильев идет с госпожи Баснер и спрашивает Елена, откуда ты взяла эту картину, а не на ты. Она говорит, я не буду отвечать на этот вопрос. Она отвечает, ну как же, если ты не будешь отвечать на этот вопрос, я буду вынуждена обратиться в милицию. Я, да, тут дело даже не в 250 тысячах. Тут дело в том, что надули ни лоха, ни свежего, да, менеджера из, там, Газпром или Северстали, а надули человека, который этим живет, который этим дышит, дворянина, его обули. И ему говорят, нет, я не буду отвечать на этот вопрос. А господин Васильев действительно обращается в полицию, и тогда приходит госпожа Баснер уже в полицию с своим адвокатом Ларисой Мальковой, и рассказывает, что эту картину ей передал некий Тарансон. После этого в той же самой полиции. А все это началось в 2009 году, а подложность картины, если я не ошибаюсь, началась выясняться в 2010 году. После этого полиция говорит, все в порядке, но вот, видите, некий Тарансон, который живет в Эстонии, продал картину, дело закрыто. А Васильева за дело, как я уже сказала, он был оскорблен помимо денег, и даже, думаю, деньги не самое главное. Обидно, что тебя били, как лоха. А Васильев упорный человек, он едет в Эстонию, там выясняется, что господин Рансон трижды судим, что четвертое дело, там было, кажется, заказное убийство, еще что-то страшное развалилось, да, и вот этот человек, оказывается, якобы продал картину. Да, значит, при этом все, господину Васильеву говорят, что вы концов не найдете, вы никогда не выйдете за пределы района, вы все понимаете, да, значит, тем временем выясняется, что та самая картина Григорьева в ресторане, которую он купил, что точно такая же картина хранится в русском музее, что она поступила из коллекции Окунева, и более того, что описывала эту вещь как раз госпожа Баснер, то есть она о ней знала. А что происходит дальше? А дальше происходит совершенно фантастическая история, потому что, как я уже сказала, Васильев везде стучится, везде не может дойти, и тут приезжает Бастрыкин в Питер. И Васильев напрашивается на нее прием, ждет действительно несколько часов, ну вот как-то он пробивается и рассказывает всю эту историю. А там, простите, признаки наличия организованной группы мошенников, которые впарили эту квартиру, картину господину Васильеву, конечно, видны не вооруженным глазом. И Бастрыкин поручает это дело уже на таком уровне, на котором вот невозможно его развалить на низовом. И, по утверждению господина Васильева, первое, что он узнал, первое, когда он услышал об аресте Баснер, это то, когда все услышали об аресте Баснер, кстати, она сейчас выпущена под подписку, выпущена под домашний арест. Но дальше я звоню адвокату госпожи Баснер, вот как раз той самой Ларисе Мальковой, и она мне рассказывает еще одну версию происхождения, как бы уже уточненную версию, на которой, видимо, сейчас следствие будет стоять, потому что, как я уже сказала, ничего не подтвердилось. Это вещь не из коллекции генерала Тимофеева, там, Арансон судим. И госпожа Баснер говорит, я спрашиваю, почему госпожа Баснер не назвала Андрею Васильеву, откуда происходит картина. А адвокат мне говорит, это ее право. Но мне кажется, это уже красноречивый ответ, который ставит все точки над «и». Дальше я госпожу говорю, а вот как же получилось, что ведь это провинанс-вещущий был назван якобы из коллекции генерала Тимофеева, а это какой-то Арансон, а он вообще там трижды судимый, а на что мне адвокат рассказывает вот такую историю, ведомую на их последнюю историю, что, вы знаете, вот в свое время госпожа Баснер, она посещала коллекцию Тимофеева, который покупал картину Борцева в 1934 году, она видела в этой коллекции вот эту самую картину, которая тогда называлась «Парижском кафе», а потом, какое-то время спустя, уже после смерти генерала Тимофеева, она пришла к его водовике или Борисовне, та оформляла вещи в русский музей, увидела госпожа Баснер, что отсутствует эта картина Григорьева, она спросила, куда-то делась, Кира Борисовна сказала, что были еще наследники, и поэтому, когда вот этот некто Арансон привез госпожи Баснер картину, то она решила, что вот это та самая часть наследства родственников, которая получилась, откололась от коллекции генерала Тимофеева. Да, простите, проблема маленькая заключается в том, что это как-то мало вяжется с реальностью. Во-первых, да, эта вещь никогда не была в коллекции генерала Тимофеева, Баснера, я там не могла видеть, а это уже как бы установлено у наследников Тимофеева, спросили. Эта вещь из коллекции Оконева, Баснер ее не только там видела, но и описывала. Да, эта вещь попала в русский музей, эта вещь была в запасниках русского музея, то есть очень немногое количество людей знало, что оно там находится, в том числе видела госпожа Баснер. Значит, господин Рансон, судя по тому, что пишет Фонтанка.ру, просто, мягко говоря, не появлялся в России в сроки, о которых говорит защита госпожи Баснер. И что меня в этой истории, почему меня так эта история потрясла? Ну, во-первых, это, конечно, вот там классическая история, такая хорошая, про организованную группу, которая, ну там, вполне в духе детективов Вайнера, вполне в духе классических детективов. Мне что в ней самое интересное? Две вещи. Во-первых, есть общая социологическая картина, которая заключается в том, что в России безумное количество денег, всяких левых, ворованных денег, всяких новоришей, которые создают спрос ажиотажный на рынке искусства. То есть, большое количество людей хочет купить картины, а картин мало. И, соответственно, это приводит к действию, да, определенных групп лиц, которые удовлетворяют этот спрос вот с таким поддельным путем. И я думаю, что, конечно, этот случай, да, просто господин Васильев решился копнуть кубло, и у него хватило силы копнуть это кубло, и, понимаете, я думаю, почему госпожа Баснер молчит, почему она отказывалась отвечать Васильеву, почему родилась эта легенда про Рансона, это мое личное убеждение. Да, потому что, как бы, если она назовет людей, которые реально дали ей эту картину, то ей легче не станет. И я думаю, что очень большое количество вот всяких этих наших новоришей, всяких менеджеров сейчас очень перепугались, потому что они посмотрели на то, что у них висит на стенах, они посмотрели на то, кто подписывал сертификаты, и пришли в ужас, и задумались, что у них именно висит. Как мне сказал один человек, являющийся владельцем одной из крупнейших российских галерей, он мне не назвался, просто я не имею права называть его имени, поскольку он мне не дал санкцию на обнародование этой цитаты, он сказал, наконец-то, слава Богу, наконец-то начали ловить людей, из-за которых весь рынок стоит. Да, потому что, помимо вот предложения на этом рынке, сверхзакрытом рынке, который создает возможность для элегантных подделок, элегантных обманов, все уже начали опасаться, потому что уже тоже многим понятно, что происходит. Это вот как бы первое мое соображение. Второе соображение, конечно, меня потрясло, то количество... Я глубоко понимаю, скажем, главу Эрмитажа Петровского, который написал, что это безобразие, что почтенного искусствоведа можно бы и под домашний арест. Совершенно согласна, госпожа Баснер, интеллигентный человек, можно ее под домашний арест, тут же вопрос не в том, чтобы наказать человека, а в том, чтобы узнать, как все это было организовано. Вот. Но мне, конечно, потрясло то количество демшизы, которое начала писать это новый Магницкий, со словами такими, доводы были примерно такие. Раз госпожа Баснер является дочкой композитора, который написал песню «С чего начинается Родина», ну, конечно, великая песня, «Шостакович», я бы сказала так, да, то она не может участвовать ни в чем криминальном, кровавый режим, руки прочь от Баснер. Причем, замечательно, что ни в одном из этих блогов не было приведено самой конвей, да, а что произошло-то. И, да, то есть, мы имеем дело Фарбера, такое же дело, как дело Фарбера, да, когда человек, есть запись, на которой человек рассказывает, разговаривает, договаривается о взятке, есть видео, на котором человек подписывает акт приемки, после которого получает деньги, есть подписанный акт приемки, есть переговор, в котором написано, что человек подписал акт приемки и получает деньги, а этот человек рассказывает, я сельский учитель, я, значит, я не подписывал акт приемки. Глядя в глаза, говорит, что он акт приемки не подписывал. И все кричат, как можно позор беда. И у меня два страшных соображения, потому что, во-первых, это жутко компрометирует ту Демшизу, которая это кричит. Более того, это компрометирует всю российскую оппозицию. Когда, не разобравшись хотя бы приблизительно в том, как это устроено, вы начинаете кричать «кровавый режим», вне зависимости от того, кого вы защищаете, предполагаемых убийц, Политковской или что-нибудь в этом роде, то ничем вы так не вредите в глазах разумных людей, ничему так вы не вредите. Как не вредите самой же оппозиции, потому что разумные люди думают, ну, Господи, ну, любой не очень вменяемый или очень наглый человек, ему достаточно прийти и закричать, что раз я арестован, значит, я не виновен, и вы это подхватите. Ну, может быть, действительно кровавый режим лучше. И второе, потому что, понимаете, Болгсин там дело Фарбера. Там в деле Фарбера пострадавшей страной был подрядчик Горохов. У меня как-то нету с большим сочувствием подрядчику Горохову. Хотя подрядчик, он и есть гоотрядчик, да, на своем там Гелендвагене. А в данном случае, когда говорят про то, что «кровавый режим», второй Магнитский, есть совершенно конкретный человек, которого, простите, зовут Андрей Васильев, который не менее уважаемый человек, чем та же Елена Баснер, скажем так, как минимум, а который посвятил всю свою жизнь собиранию художников, это его жизнь, у него есть тоже своя репутация. Вдруг его называют слабой кровавого режима. Знаете, я вам честно скажу, когда я господину Васильеву позвонила, первое, что я услышала, я услышала в трубке человека, которого просто вот довели до грани нервного истощения, который никогда не ожидал, в чем он виноват. Только в том, что он не отступился. В том, что 4 года его водили за нос, 4 года некая шайка, которая впарила ему, как лоху, поддельную картину, говорила, мы тебя не скажем откуда. Говорили, ты все равно ничего не добьешься. Рассказывали что-то про Рансона, еще про чего-то рассказывали. Этот человек прошел все, этот человек пробил головой стенку, теперь, значит, наша прогрессивная ему общественность говорит, «А ты кровавый режим, а Баснер – это новый Магнитский». Ребят, ну как же так можно? Подумайте о том человеке, которого сейчас вот-вот просто втоптали грязь, 4 года его втаптывали грязь, извините, менты, ну не 4, а там 2 с того времени, когда там следствие идет. Не менты, а 4 года его втаптывали грязь, да наши правоохранительные органы. А сейчас, значит, наша оппозиция. 985, 970, 45, 45. У меня остается очень мало времени, и, пожалуй, единственное, что я еще хочу предложить вашему вниманию, это обратить ваше внимание на совершенно потрясающую статью Елены Масюк в «Новой газете». Почему я это говорю? У нас очень много вещей, которые мы обсуждаем, потому что их обсуждение навязывает нам власть. Да, вот как вот эта история с CNN, которая обидела, значит, там памятник в Бресте. Значит, истории с памятниками, с 10 худшими памятниками мира, они регулярно проводятся каждый год, и каждый год какие-то страны в это попадают. И каждый год никакие страны не протестуют.